Самый главный вопрос, это Херсон отдается или берется украинской армии навсегда? И ответ однозначно нет. Это не отступление и удержать хотя бы что-то. Это перспективы дальнейшего ведения специальной военной операции. Западные эксперты спрашивают Зеленского, мы вам дали все. Ни одна страна мира не получала такой военной поддержки со стороны стран НАТО и коллективного Запада. Вот это вот точно, да. Получила Украина. Где результаты, спрашивают они? А вы можете дать 100% гарантию, что у Польши нет планов по разделу западной части Беларуси вместе с Украиной? Руслан, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, вся Россия, да и не только, наверное, сейчас говорит о Херсоне, о том, что сейчас происходит. Ну, мне бы, честно говоря, меньше всего хотелось отдаваться в подробности вот специальных военных каких-то передвижений и того, что делают военные. Я бы по-другому спросил и даже, может быть, вспомнил. Ведь саму Москву когда-то отдавали, намеренно причем, и результат знаем. Вот на ваш взгляд, эта аналогия, она сейчас уместна? Уместна. Уместна. И всегда надо помнить, что маневры и движения войск — это такой же инструмент ведения боевых действий, как и прямое боестолкновение с противником. Об этом ни в коем случае забывать не стоит. И многие, не очень внимательно читающие историю, вообще забывают историю компании 1812 года, наполеоновской, где мы, в принципе, до Бородино сражений вообще никаких не давали, изматывая противника. Многие скажут, что это за аналогия, мол, когда это было, но с точки зрения стратегических вещей ничего не поменялось. Это один из методов ведения борьбы. Вспомнить нашего великого российского генерала Татлебина, который был командующим инженерных войск и впервые при обороне Севастополя начал применять в больших масштабах именно инженерные технологии, не боевые, а инженерные, для того, чтобы получить преимущество над соперником, над врагом, и тоже избегал прямых столкновений. И сейчас, когда, да, печально читать новости, когда видеть, что в Снегиревку зашли без боя украинские нацисты, это с точки зрения психологии, конечно, важный аспект, и именно в психологическом плане эти новости воспринимаются тяжело. И на это сейчас активно давит противник. У них есть Центр информационно-психологических специальных операций, ЦИПСО, так называемый, которые активно используют настроение, эмоциональное настроение людей для того, чтобы создать некоторую панику в российском обществе. Это прекрасно нужно понимать и прекрасно нужно осознавать, что это происходит. И любой человек, который сейчас поддается панике и говорит о том, что все, все проиграли, зачем было начинать, дальше Москву сдадим, уже на севере Крыма возводим оборонительные сооружения, мы готовимся защищать уже непосредственно территорию Российской Федерации до воссоединения с новыми четырьмя регионами. Это все, хоть эмоционально объяснимо, это все играет на руку нашему оппоненту. Это надо понимать, и противостояние в информационно-психологическом плане такое же важное, как и военное противостояние. И тут нужно вспоминать хорошо историю. И очень правильно, что вы напомнили, что есть большое количество случаев и в нашей истории, в военной, славной, боевой, победной истории, когда и тактические перегруппировки, и инженерные хитрости приводили к большим результатам, чем прямое военное противостояние с противником, где гибнет большое количество людей. Тут опять же надо напомнить нашим зрителям, что Кутузов-то и Бородинское сражение давать не хотел. Не хотел. Он был против Бородинского сражения, у него была тактика вымотать противника, даже путем сдачи Москвы, и потом заставить противника зайти в зиму. А нас впереди какой период ждет на Украине, и вообще в мире в целом? Зима. Ребят, давайте тоже не забывать, этот вопрос, это очень-очень важно. И, естественно, тут самый-самый главный вопрос, это Херсон отдается или берется украинской армии навсегда, и ответ однозначно нет. По нашей Конституции, это территория Российской Федерации. Но в данный момент на этой территории Российской Федерации проходят боевые действия в виде специальной военной операции. Русские всегда свое возвращают. Поэтому в этом плане эмоционально тяжело, эмоционально сложно, но с точки зрения сохранения жизни нашим ребятам это необходимо. Вчера имел разговор с жителем Херсона, с жительницей Херсона, которую эвакуировали в середине октября, она сейчас проживает в Анапе, в хороших условиях, сама рассказывала, говорит, да, хорошие условия, нас кормят, содержат, рекомендуют начинать интегрироваться в российское общество. Ну, говорят, надо вам начинать искать работу, устраивать свою жизнь, мы готовы вам помогать. Знаете, что меня в этом разговоре удивило? Когда я спросил, а где остальная часть вашей семьи? Она сказала, мой муж остался там, в Херсоне. Я задал вопрос, почему он отказался эвакуироваться? Она честно говорит, это было наше семейное решение, потому что мой муж имеет там работу и зарабатывает деньги. Он не хочет этого терять. Я задаю тоже логичный вопрос. То есть вы считаете, что получение денег в Херсоне, которые находятся в зоне боевых действий, это для вашей семьи важнее, чем возможность сохранить жизнь и интегрироваться в российскую законодательную жизнь, обычную гражданскую жизнь, путем тех беспрецедентных мер, которые наше правительство делает. Об этом сейчас тоже расскажу. Она сказала, нет, конечно, это не так, но мы же поверили, что если российская армия пришла, значит, вы нас защитите. Я говорю, то есть еще раз, ваш муж призывного возраста должен в Херсоне работать и зарабатывать деньги, а муж другой женщины из Российской Федерации, которого мобилизовали, должен вашего мужа, зарабатывающего деньги, защищать цену своей жизни. Ну, логика, понятно, да. Она говорит, нет, конечно, я так не хочу. Она говорит, ну ведь по факту так оно и получается. Вы требуете от российской власти защитить вас. Законное, правильное требование. Но российская власть, прекрасно понимая настроение в обществе, оценивает. И все понимают, что есть определенные имиджевые издержки от этого решения, политические издержки, но гораздо важнее это жизни наших людей. Беспрецедентная операция эвакуации гражданского населения из Херсона, которую в современной истории всего мира не проводил еще никто. Мы эвакуировали за три недели город. Районный центр. Ну и в нашей истории такие вещи случались, ну разве что в Великой Отечественной. Ну, похоже, да, и все. Ну, слава богу, конечно. Ну вот, и когда с ними разговариваешь, с людьми, которые вот сейчас в тылу находятся у нас, из Херсона, их эмоционально-то понять можно. У них там дома, у них там истории, с этим много связано. Да, они, конечно, рассчитывали на защиту российской армии, и рассчитывают, и правильно делают, и все мы. Но когда стоит вопрос, какой ценой, тут нельзя вспоминать нашу тоже историю, которую мы проходили, мы за ценой не постоим. Вот давайте тех ошибок, которые можно избегать, которые мы совершали раньше в нашей истории, давайте их будем избегать, а не повторять. И опять же, им выдали всем... Опять, вчера тоже был уникальный разговор с ней, говорит, нам выдали сертификат, говорит, я сама еще не получила на жилье на территории Российской Федерации, но некоторые уже получили. Говорит, смешная сумма, 2 миллиона 800 тысяч рублей. Что я за это могу купить? Я говорю, извините. И это было в прямом эфире у нас в стриме, и тут же наши зрители, ну, вариантов 30 предложили, в каких городах? Не в деревнях, не где-то там на отдаленных поселениях, а в нормальных российских городах. Воронеж, Белго. Ну, ведь вопрос, конечно, в пределах Первого Садового не купишь, а вот уже, смотри, чего хотите. Ну, даже в Московской области, в отдаленных местах Московской области за эти деньги можно купить. А она на это мне говорит. Но многие люди рассчитывают на хорошие жилищные условия. Мне рассказывали, что за эти деньги, и я проверял это, правда, так, и трехкомнатную квартиру можно купить. Ну, возможно, не в областном центре, но вполне в себе хорошем городе. И, опять же, вопрос-то не в деньгах. Вопрос не в сохранении своего имущества, и уж тем более не при умножении своего имущества. Идет война, идут боевые действия. Вопрос выживания. И когда власть делает такие беспрецедентные шаги, когда вот все, что нужно для того, чтобы с минимальными потерями, потери все равно будут, это надо понимать, материальные потери, и самое главное, людские потери. С минимальными материальными потерями для семей Херсона предлагает нормальную мирную жизнь на территории Российской Федерации. В ответ мы стоим, что нам хотелось бы большего. Но, правда, возникают многие вопросы. Такие не все, правда скажу. Большинство, я думаю, что, да, большинство людей действительно воспринимает правильно. По вашим ощущениям, по вашим наблюдениям, ведь, понимаете, да, новости действительно, ну, такие тяжелые. Ну, тяжелые, давайте так говорить. Но любые новости, даже тяжелые, можно пережить, когда есть уверенность в том, что командование делает все правильно и знает, что делает. Вот в этом должны быть уверены все. Вот эта уверенность, она сохраняется, потому как, ну, действительно, Россия демонстрирует, российское общество, российское общество, я подчеркнул, вот именно общество демонстрирует в последнее время, вот после начала СВО, ну, просто беспрецедентный уровень и самоорганизации, и действительно такой, в хорошем смысле слова, патриотический подъем. То есть проснулось общество, показалось себя с лучшей, ну, на мой взгляд, стороны. И чтобы вот не подрубить вот это вот, вот эти чаяния, нет этого? Есть. Ну, есть ощущение у некоторых людей, что вот какой-то обман идет. Но, сразу скажу, самое главное, что есть эта вера в нашу армию и понимание плана у нашего президента, которому огромное доверие. И когда, если внимательно слушать Суровикина, вчерашний его доклад, главная, ключевая фраза, она остается очень многими недооцененная. Он сказал, что нахождение такой группировки наших войск на правом берегу Днепра является бесперспективным. А значит, наше командование рассматривает перспективы. Это не отступление и удержать хотя бы что-то. Это перспективы дальнейшего введения специальной военной операции, которые четко, цели и задачи которые четко обозначены. Это демилитаризация, деноцификация всей территории Украины. Что бы под этим ни подразумевалось. Никто останавливаться не собирается. И самое главное, за время специальной военной операции уже прошел референдум. И Херсонская область, Запорожская область, также КДНР и ЛНР являются частью Российской Федерации. А в соответствии с нашим законодательством по Конституции, какие бы политики к нам не приходили в какие бы годы в будущем, они не смогут отторгнуть часть нашей страны по своему политическому хотению, кто бы там на них не давил. Для этого придется менять Конституцию, и для этого нужно получить согласие нашего народа. А кто сейчас поверит в то, что наш народ проголосует за то, что ну ладно, давайте Херсон отдадим Украине, или там какой-то стране, которая будет после нее, ну просто потому, что ради дружбы с Западом. Я не верю в то, что это возможно, а значит, мы доведем дело до конца. А нынешние трудности, это правда трудности, они связаны с беспрецедентными поставками западного вооружения на Украину. Я часто читаю западный материал, слушаю западных аналитиков, они же открыто говорят, что при том уровне военной поддержки со стороны Запада нацистского режима на Украине, они не понимают, почему Украина нас победить не может. У них преимущество в личном составе, у них преимущество на некоторых направлениях в технике. У нас на некоторых направлениях перевес в артиллерии, это правда, тоже надо понимать, плюс ВКС наши работают. Но спутниковая разведка, реактивная система залпового огня новых поколений с максимальной точностью, дорогущие снаряды для артиллерии 155 мм, эскалибр, которые доехали. Вот только сегодня разговаривали с главой Горловки, он говорит, Сергей Приходько, и он открыто говорит, если раньше для того, чтобы поразить один объект, им нужно было выпускать 30-40 снарядов, сейчас достаточно двух. Не потому, и стрелять стали меньше, но разрушений стало больше. Поэтому то, что сейчас происходит, это нормальный, естественный процесс. Но забегая вперед, отвечая на вопрос многих наших зрителей о том, а зачем тогда все это было начинать, если мы оказались не готовы к быстрой победе. Ребята, во-первых, на войне не бывает все быстро и легко по плану, есть сопротивление. А во-вторых, не начинать было нельзя, потому что иначе мы бы оказались в ситуации 41-го года, когда все все понимали, но оказались не готовы. А сейчас ситуация немножко другая. И опять же, для тех паникеров, которые не всегда любят учить историю, откройте учебники истории, откройте данные из интернета, если уж так проще, и посмотрите на потери фашистов в 41-м и 42-м году. И сравните их с потерями 44-го и 45-го года. Там не десятикратная разница, а там стократная разница. Вот сейчас мы находимся где-то в районе начала 42-го года. Возможно, если так грубо сравнивать. И опять же, многие спрашивают, а почему остальная наша профессиональная армия, которой много в России, не задействована в специальной военной операции? А потому что, как только мы их снимем, они зайдут с других флангов. Ну, это же очевидно. Ну, это же всем очевидно. Мы не имеем возможности сейчас ставить на кон все. Мы поставили очень многое. Будем надеяться, что действительно и главнокомандующие, и военачальники, и российские понимают, что происходит, знают, что происходит, и знают, для чего это все делается. И самое главное, ну, как по мне, так на войне, на любой войне, при любом будет столкновение, самое главное, это военная хитрость. В простонародье это звучит немножко, может, грубее, но понимают, что такое военная хитрость, и знают, как ее правильно применять. И в шахматах говорят, побеждает тот, кто ошибается предпоследним. Да. Как вы относитесь к многочисленным сообщениям о том, что якобы меняется риторика, во-первых, со стороны Соединенных Штатов, ну, и европейских стран по отношению к Украине, начинают все больше говорить о том, что, мол, ребята, в общем-то, Крым, это ваша проблема, вы там сами решаете, мы, в общем-то, много вам не обещали, ну, в таком вот духе, да, и у многих появляется ощущение того, что вот-вот и Украине перестанут помогать. На ваш взгляд, ну, стоит ли так думать? Риторика на Западе действительно меняется, Украине не перестанут помогать, Украине сократят поставки, это тоже, на мой взгляд, совершенно очевидный факт. Джо Байден уже официально сказал, что они не будут поставлять дальние ракеты для Хаймерс, которые летят на дальнее расстояние, чтобы, как он сказал, они не бомбили российские города, это фактически цитата Байдена, он сказал, мы этого не хотим, этого не будет. Он официально заявил, что Украине не будут передаваться американские истребители, ну, и самолеты в целом, бомбардировщики в том числе, то есть, то, о чем Украина мечтает давно, получила уже официальный отказ Байдена. Италия сказала, что приостанавливает поставки, при этом, надо тоже четко понимать, что Европу будут доить до последнего. Такое грубое слово, но в данном случае это выглядит именно так, потому что дольщик Соединенные Штаты Америки пытается за чужой счет, как всегда, чужими руками решать свои геополитические, задачи. Это тоже всем нужно прекрасно понимать. Поэтому риторика меняется, и связано это в том числе с тем, о чем я уже говорил, что западные эксперты спрашивают Зеленского, мы вам дали все. Ни одна страна мира не получала такой военной поддержки со стороны стран НАТО и коллективного запада в целом, сколько получила Украина. Где результаты, спрашивают они. против вас Россия до мобилизации выставила контингент в районе 200 тысяч человек, а у вас, извините, миллионная армия после мобилизации. У вас есть вся техника, которая вам нужна. Зается вопрос, где? В соответствии с нашей военной наукой, для наступательных действий, для освободительных действий в нашем случае, превосходство в личной силе и в технике должно быть три к одному. То есть три наступающих на одного обороняющегося. С той стороны миллион, но кто-то не верит в этот миллион ВСУ, но тем не менее там очень серьезные цифры. С другой стороны наступало 200 тысяч по огромной линии фронтов, включая ротацию и так далее. Сейчас придут мобилизованные еще 300 тысяч, мы увеличим свой контингент при самых лучших раскладах до 500 тысяч. Хотя, опять же, с учетом ротации там цифра будет меньше. Против нас стоит численное превосходство в личном составе, плюс наемников давайте не забывать, их очень там много. Плюс у них есть вся техника, которая нужна и самое главное это спутники, которые работают. Они видят все. Тут, конечно, тоже возникают совершенно логичные вопросы и к нашему оборонно-провышенному комплексу, почему мы оказались не готовы к такой спутниковой, к такому спутниковому превосходству со стороны Запада в плане разведки. Они видят все. Но это же любая война всегда задает вопросы. Вопросы обеим сторонам. Вопрос в том, кто быстрее учится на этих ошибках. У нас сейчас учеба происходит достаточно оперативно. И, соответственно, Запад, задавая эти вопросы, не получая ответ, где результат, думает, а зачем им поставлять больше? У них есть все. То есть, армия Великобритании, чтобы понимали наши зрители, поместится на зрительских трибунах стадиона Лужники в Москве. Ну, у них сухопутная всегда была маленькая армия. Это не их конек. Но армия Польши. Ну, а Польша, да. На двух с половиной стадионах поместится до недавнего времени. Сейчас они увеличивают. Если не брать Великобританию. То есть, надо понимать, что у нас в противниках не Украина. Это же тоже всем очевидно совершенно. Я тоже из Беларуси очень многие люди пишут, спрашивают, задают вопросы. Я прекрасно понимаю, насколько сложно нашей братской республике воспринимать это и эмоционально, и фактически находясь в союзничестве с нашей страной и предоставляя колоссальную помощь, неоценимую помощь нашей стране в специальной военной операции. Когда люди задают вопросы, а нам это зачем? А вы посмотрите, кто стоит на ваших границах. А вы посмотрите, какие могут быть планы у стран Запада, у тех же кричащих орлов или там пищащих куриц, как их еще называют, которые сейчас стоят на границе с республикой Беларусь. А вы можете дать стопроцентную гарантию, что у Польши нет планов по разделу западной части Беларуси вместе с Украиной? А кто защищать будет потом? Это наш народ, это наша земля. Мы все вместе будем это делать. Вне зависимости от политической ситуации. Я не представляю себе картину, когда Запад начинает какую-то операцию против Братской Республики, а мы со стороны смотрим, наблюдаем, ничего не делаем. И точно так же благодарен нашему братскому белорусскому народу, который с пониманием принял 24 февраля то, решение, которое опубликовал и рассказал наш президент. Вопросы у нас у всех есть. Мы люди мира. Вопросы будут. Это жизнь, никуда не денешься. Самое главное, на мой взгляд, что есть понимание, что мы вместе, это факт. И навсегда. Мы вместе навсегда, и никто не сможет нас разъединить. Это вот прям... Если мы хотим в принципе существовать, то нам, да, нужно быть вместе. Это просто первейшая необходимость. Я бы так выразился. Причем, что важно подметить, мы вместе должны быть и будем, и есть на равных условиях. У нас нет никакого-то ощущения, что кто-то выше, кто-то... Мы все равные люди. Мы людей оцениваем по их делам и постулькам. Не по их генеалогическому древу, как это делают на Западе, где несменяемость власти просто колоссальная. Посмотрите на ту же Великобританию. Ну и на США, естественно, где дома, фамилии правят веками. Мы смотрим на конкретных людей, на их конкретные достижения, на их конкретные действия. Что ж, спасибо вам огромное за этот разговор. Вам спасибо. Завершая, я очень часто в последнее время завершаю подобное интервью одной известной вам цитатой «Наше дело правое». Я знаю, как... Враг будет разбит, победа будет за нами. Это не обсуждается. По-другому будет. Если это убеждение есть, и все будет как надо. Я в этом интересен. Спасибо вам огромное. Удачи, успехов. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...